Иллий и его сыновья Иллий был священником и судьей в Израиле. Он занимал самое высокое и ответственное положение среди народа Божьего. Избранный Богом для выполнения священных обязанностей и поставленный над страной как высшая судейская власть, он был образцом для всех и имел огромное влияние на израильские колена. Но хотя он и был избран править Израилем, он не управлял своим собственным домом. Иллий оказался слабохарактерным отцом. Любя мир и покой, он не пользовался своей родительской властью для исправления дурных привычек и наклонности детей. Вместо того, чтобы бороться с их нравом или наказывать их, он подчинялся их воле и предоставлял им полную свободу действий. Вместо того, чтобы отнестись к воспитанию сыновей как к одной из самых важных обязанностей, он придавал этому мало значения. Как священник и судья Израиля, он не мог не знать принципов обуздания и воспитания детей, которых Бог вверил его по печенью. Но Иллий уклонялся от этой обязанности потому, что это противоречило бы воле его сыновей и вынудило бы наказывать их и ограничивать в чем-то. Не задумываясь об ужасных последствиях своего поведения, он разрешал детям делать все, чтобы они не захотели, и пренебрегал приготовлением их для служения Богу и выполнения жизненных обязанностей. Бог сказал об Аврааме, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Книга Бытие, глава 18, стих 19. Но Иллий позволял своим детям управлять собой. Отец стал уступать во всем своим детям. Поведение его сыновей было низким и порочным. Сами они не познали характера Бога и святости его закона. Богослужение являлось для них обыкновенным делом. С детства они привыкли к святилищу и служению в нем. Но вместо того, чтобы с возрастом все больше благоговеть перед этим служением, они утратили всякое представление о святости и значении этого служения. Отец не требовал от них уважения к себе и не пресекал их непочтительного отношения к торжественным служениям в святилище. И когда они возмужали, их сердца уже были отравлены смертоносными плодами скептицизма и непокорности. Хотя сыновья Илья совершенно не подходили для служения в Скинии, все же их определили священниками в святилище. Бог дал особые указания по поводу жертвоприношений. Но эти нечестивые люди проявили непочтительное отношение к власти и к служению Божьему. И не придавали никакого значения закону о жертвоприношениях, которые следовало совершать в самой торжественной обстановке. Жертвы, указывавшие на смерть Христа, должны были поддерживать в сознании народа веру в грядущего Искупителя. Следовательно, очень важно было строго соблюдать все указания Божьи на этот счет. Мирные жертвы являлись особым выражением благодарности Богу. Во время этих жертвоприношений на алтаре сжигали только туг, затем определенная часть отдавалась священнику, а большая возвращалась тому, кто ее приносил, чтобы он ел ее вместе со своими друзьями на жертвенном обеде. Таким образом, всякое сердце с признательностью и верой обращалось к великой жертве, берущей на себя грехи всего мира. Сыновья Илья, вместо того, чтобы осознать серьезность этого прообразного служения, думали только о том, как бы сделать его средством удовлетворения своих прихотей. Не довольствуясь принадлежавшей им частью мирных жертв, они требовали дополнительные части, и большее количество этих жертв, приносимых на ежегодных праздниках, становилось для них источником обогащения за счет народа. Они не только просили больше положенного, но отказывались подождать, пока будет сожжен туг, жертвуемый Богу. Они настаивали на той части, которая нравилась им, и если получали отказ, то угрожали отнять ее силой. Такое неблагоговейное отношение со стороны священников лишало служения его святого и торжественного значения, и людей они отвращали от жертвоприношений Господу. Они не осознавали более великой прообразной жертвы, которые должны были ожидать в будущем, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Эти нечестивые священники нарушали закон Божий и бесчестили священное служение низкими, отвратительными делами и оскверняли своим присутствием Божью Скинию. Многие в народе, возмущенные развращенностью Афни и Финиеса, перестали приходить к назначенному для служения месту. Таким образом, люди оставляли служения, учрежденные Богом, и пренебрегали им, видя грехи этих нечестивых мужей, а склонные ко злу сердца еще более поощрялись ко греху. Безбожие, распутство и даже идолопоклонство приняли ужасающие масштабы. Илий допустил большую ошибку, позволив своим сыновьям совершать святое служение в Скинии. Оправдывая их поведение под тем или иным предлогом, он совсем перестал замечать их грехи. Но, в конце концов, они достигли такого предела, что больше он не мог закрывать глаза на преступления сыновей. Народ не скрывал недовольства их неподобающими деяниями. И священник огорчался и расстраивался. Он не осмеливался дольше молчать. Но сыновья его, привыкшие думать только о себе, и теперь не заботились ни о ком другом. Они видели, как скорбит отец, но это не трогало их черствых сердец. Они выслушивали его кроткие предостережения, но это не производило на них никакого впечатления. Они не испытывали ни малейшего желания оставить греховный образ жизни, хотя и знали о последствиях своих грехов. Если бы Илии поступил справедливо, его нечестивые сыновья были бы лишены права участвовать в священном служении и понесли бы смертное наказание. Однако, опасаясь подвергнуть их публичному позору и осуждению, он продолжал доверять им самые святые посты. Он по-прежнему позволял им смешивать греховное со священным служением Божьим, нанося непоправимый вред истине. И поскольку судья Израиля пренебрег возложенным на него долгом, Бог взял это дело в свои руки. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли я его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял Фимиам, чтобы носил ефот предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены, и поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. Бог обвинил Илья в том, что он поставил сыновей своих выше него. Вместо того, чтобы стыдить сыновей за их нечестивые и отвратительные дела, или и допустил, чтобы жертвоприношения, определенные Богом как благословения для Израиля, стали ненавистны им. Те, кто следует своим наклонностям, слепо любит своих детей, потворствует им в удовлетворении эгоистичных желаний и не порицает их греха, опираясь на авторитет Божий, не стремится исправить возникшее зло, ставят своих нечестивых детей выше Бога. Они больше заинтересованы в том, чтобы сохранить репутацию своих детей, нежели прославить Бога, больше радовать детей, нежели угождать Господу, или же стараться уберечь его служение от всякой видимости зла. Бог поставил Илья священником и судьей Израиля, и он нес ответственность за моральные и религиозные состояния его народа, и особенно за характер своих сыновей. Вначале ему следовало попытаться мягкими мерами обуздать зло, но если бы они не помогли, то надо было бы прибегнуть к самым суровым средствам для искоренения неправды. Он навлек гнев Божий тем, что не порицал грех и не проявил справедливости к грешнику. Он оказался неспособным сохранить чистоту Израиля. Те, кто не имеет достаточно смелости, чтобы обличить грех, или же те, кто ленится или пренебрегает серьезными усилиями для очищения семьи или Церкви Божьей, отвечают за печальные последствия, которые может привести небрежные отношения к своим обязанностям. Мы ответственны и за то зло, которое способны предотвратить, используя свою отцовскую или пастырскую власть, как если бы мы сами совершили его. Илий не управлял своей семьей согласно правилам Божьим. Он поступал соответственно собственному рассуждению. Любящий отец сквозь пальцы смотрел на ошибки и грехи сыновей в детстве, надеясь, что когда они подрастут, то откажутся от своих дурных наклонностей. В наши дни многие совершают подобную ошибку. Родители подчас думают, что лучше разбираются в воспитании детей, нежели этому учить Слово Божье. Они оправдывают плохие привычки детей. Ребятишки еще маленькие, чтобы их наказывать, подождем, пока они повзрослеют и будут больше понимать. Таким образом, дурные привычки укореняются и становятся второй натурой. Дети растут невоспитанными, и у них развиваются черты характера, которые становятся проклятием всей их последующей жизни и легко воспроизводятся в других. Не существует большего проклятия для семей, чем разрешать детям делать все, что им хочется. Если родители потакают каждому желанию детей и позволяют им совершать то, что не служит их благу, вскоре такие дети теряют всякое уважение к родителям, к авторитету Бога или людей, и превращаются в рабов сатаны. Плохо управляемая семья – весьма частое явление. Оно гибельно для всего общества. Так рождается поток зла, захлестывающий семьи, общество и правительство. Или, занимавший высокое положение, имел влияние гораздо больше, чем обыкновенный человек. Его семейные жизни подражали во всем Израиле. Гибельные последствия его нерадивого, безответственного поведения наблюдали в тысячах домов, где следовали его примеру. Если дети ведут себя плохо, а их родители – верующие люди, истина Божья подвергается поношению. Лучшим критерием христианской семьи является характер, сформировавшийся под ее влиянием. Дела говорят громче, нежели самые красноречивые свидетельства о благочестии. Если исповедующие истину не прилагают настойчивых серьезных усилий к тому, чтобы их семья занимала должную высоту, тем самым доказывая преимущество веры в Бога, если они небрежно относятся к своим обязанностям и потворствуют прихотям детей, они поступают, как илий, навлекая бесчестие на дело Божье и губя себя и свои семьи. Но как бы ни было велико зло, причиненное родительской неверностью, при любых обстоятельствах, оно становится в десять раз больше, если существует в семействах учителей народа. Если они не могут управлять своим домом, то своим неверным примером многих вводят в заблуждение. Чем ответственнее положение, которое они занимают, тем тяжелее их вина по сравнению с виной других. Семье Аарона было обещано, что его дом навеки будет ходить пред Богом, но лишь при условии, что ее члены всецело посвятят себя работе в святилище и прославят Бога на всех путях своих и не будут служить себе или следовать своим дурным наклонностям. Или и его сыновья были испытаны, и Господь нашел их совершенно недостойными высокого призвания быть священниками в его служении. И сказал Господь, «Да не будет так!» Он не мог осуществить то доброе, что намеревался совершить для них, потому что они со своей стороны не сделали того, что должны были сделать. Все занимающие святые посты обязаны своей жизнью давать такой пример, чтобы народ с благоговением чтил Бога и боялся оскорбить Его. Когда мужи, стоящие как посланники от имени Христова, 2 Коринфянам 5 глава 20 стих, чтобы проповедовать народу Божию весть о Его милости и примирении, используют свое призвание, как покров для удовлетворения своих эгоистических или чувственных желаний, они становятся самыми деятельными помощниками сатаны. Подобно Офне и Финиесу, они отвращают от жертвоприношений Господу. Некоторое время они могут действовать скрытно, но когда, наконец, открывается их истинный характер, вере народа наносится такой удар, что люди часто теряют всякое доверие к религии. Это заставляет их с сомнением относиться ко всем проповедующим Слово Божие и к словам истинных слуг Христа. Весть истинного раба Христова выслушивается с сомнением. Неотступные вопросы волнуют их. Не откроется ли однажды, что и этот такой же, как и тот, о ком мы думали, что он святой, а он оказался столь испорченным? Слово Божье утрачивает свое влияние на человеческую душу. Обличительные слова Илия, произнесенные им сыновьям, это торжественные и грозные слова, над которыми должны задуматься все, занимающие святые посты. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Если бы их преступления оскорбили только ближних, судья мог бы назначить соответствующие наказания и возмещение убытка, и таким образом виновники были бы прощены. Или если бы они не были виновны в грехе самонадеянности, за них принесли бы жертву. Но работа во имя Бога была настолько осквернена и опорочена ими, священниками Всевышнего, что никакая жертва не могла искупить их грехи. Родной отец, хотя он и был первосвященником, не осмеливался ходатайствовать за них. Он не мог защитить их от гнева святого Бога. Из всех грешников самыми виновными являются те, которые презирают средства, предназначенные небом для искупления человека. Они распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Послание к евреям, глава 6, стих 6. Глава 57. Взятие ковчега филистимленами. Первая книга царств, главы с 3 по 7. Еще одно предостережение следовало сделать дому Илья. Бог не мог общаться с первосвященником и его сыновьями. Их грехи, подобно густому облаку, скрыли от них присутствие Святого Духа. Но среди царящего бесчестия отрок Самуил оставался верным небу. Ему, как пророку Всевышнего, было поручено сообщить осуждающую весть дому Илья. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. И было в то время, когда Илья лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. Думая, что его зовет Ильей, ребенок поспешил к его постели, говоря, «Вот я, ты звал меня». Тот ответил, «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». Трижды слышал Самуил голос, звавший его, и трижды он отвечал подобным образом. Тогда Ильей понял, что таинственный голос был голосом Божьим. Господь прошел мимо своего избранного слуги, мужа, убеленного почтенной сединой, и обратился к ребенку. Само собой разумеется, это был горький, но заслуженный упрек Илью и его дому. Но в сердце Илья не пробудились ни зависть, ни ревность. Он посоветовал Самуилу ответить, «Если вновь услышат этот голос, говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Самуил был настолько охвачен благоговейным страхом при мысли о том, что великий Бог будет говорить с ним, что не мог припомнить в точности тех слов, которые Ильей повелел ему сказать. И сказал Господь Самуилу, «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Ильем все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздовал их. И посему клянусь дому Илья, что вина дома Ильева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». До этого момента Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. То есть ему было неведомо Божие присутствие, в отличие от пророков. Намерение Божье и состояло в том, чтобы открыть себя так неожиданно, и чтобы Ильей узнал об этом из расспросов юноши и по его удивлению. Ужас и изумление наполнили сердце Самуила, когда он осознал, какая страшная весть ему передана. Утром, как обычно, он занялся своей работой, но тяжелое бремя придавило юную душу. Господь не приказал ему передать эти страшные слова, поэтому он хранил молчание, но всеми силами старался избежать присутствия Илья. Он весь трепетал при мысли о том, что расспросы Илья заставят его сказать о божественном суде над тем, кого он так любил и почитал. Но Ильей был уверен, что эта весть предсказывает великие несчастья ему и его дому. Он позвал Самуила и повелел откровенно рассказать обо всем, что Бог открыл ему. Юноша повиновался, и престарелый муж со смиренной покорностью выслушал страшный приговор. «Он Господь», — сказал он, — «что ему угодно, то да сотворит». Однако Ильей не проявил плодов искреннего раскаяния. Он признал свою вину, но пренебрег возможностью истребить грех. Из года в год Господь откладывал свои страшные суды. Многое можно было предпринять в те годы для искупления ошибок прошлого. Но престарелый священник не сделал ничего, чтобы исправить зло, осквернявшее святилище Божье и приведшее тысячи израильских душ к гибели. Долготерпение Божье еще сильнее ожесточило Офни и Финиеса, и они еще больше осмелели в своем беззаконии. Ильей сообщил всему народу слова предупреждения и обличения, не посланные его дому. Он надеялся как-то помешать распространению пагубного влияния своего неверного поведения в прошлом. Но поскольку сами священники отнеслись к этим предостережениям пренебрежительно, то и народ поступил так же. А окружавшие их племена, которые знали о явных беззакониях Израиля, еще больше осмелели в одолопоклонстве и преступлении. Они не испытывали чувства вины за грехи, как это случилось бы, если бы Израиль сохранил свою чистоту. Но день возмездия приближался. Авторитет Божий был попран, служением ему пренебрегали. И поэтому настал момент, когда он должен был вмешаться, чтобы защитить честь своего имени. И выступили израильтяне против филистимлин на войну и расположились станом при Овен-Езере, а филистимлине расположились при Афеке. Этот поход израильтяне предприняли без Божьего совета, без согласия первосвященника или пророка. И выстроились филистимлине против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлинами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. Когда разбитые и упавшие духом люди возвратились в стан, сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлинами. Чаша беззаконий народа переполнилась, однако люди не сознавали, что их собственные грехи и были причиной столь ужасного бедствия. И они сказали, возьмем себе из селома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Господь не давал никакого указания или разрешения взять ковчег на войну. Однако израильтяне были уверены, что этим они обеспечат благополучный исход битвы. И когда сыновья Илья принесли ковчег в стан, там раздались громкие крики ликования. Филистимлине воспринимали ковчег как бога Израилева. Все великие дела, совершенные богом для своего народа, язычники приписывали ковчегу. Когда они услышали громкие радостные крики при его приближении, то сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимлине, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали, «Горе нам! Ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного бога? Это тот бог, который поразил ептян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимлине, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». Филистимлине яростным ударом поразили израильтян, которые понесли огромные потери. Тридцать тысяч воинов легли на поле брани, а ковчег Божий был взят, и два сына Илия, защищавшие его, убиты. Так для всех грядущих поколений история запечатлела еще одно свидетельство того, что нечестие народа Божьего не останется ненаказанным. Чем больше знают люди о воле Божьей, тем тяжелее грех тех, кто пренебрегает ею. На израильтян обрушилось одно из самых больших бедствий, какое только могло случиться. Ковчег Господень был захвачен врагом. Воистину слава покинула израильский народ, когда он лишился этого символа постоянного присутствия силы Иеговы. Со священным ковчегом были связаны наиболее чудесные откровения Божьей истины и могущества. В прежние дни везде, где бы ни появлялся ковчег, одерживались знаменательные победы. Его осеняли крылья золотых херувимов и невыразимая слава Шекины, видимого символа Всевышнего Бога, покоилась над ним во святом святых. Но теперь он не принес им победы. Недавнее поражение свидетельствовало, что он уже не является их защитой, и скорбь охватила весь израильский народ. Люди не понимали, что их вера стала формальной и утратила способность превозмочь Бога. Закон Божий, находившийся в ковчеге, являлся символом присутствия Господа. Но, пренебрежительно относясь к заповедям этого закона и отвергая его требования, они огорчили дух Господень, и он оставил их. Пока израильтяне повиновались святым предписаниям, Бог был с ними и дарил им свое неограниченное могущество. Но когда они смотрели на ковчег, не связывая его с Богом, когда не проявляли никакого почтения к откровению его воли и не повиновались его закону, тогда он мог быть для них полезным не более, чем обыкновенный ящик. Они относились к ковчегу так, как языческие народы к своим богам, словно он сам по себе таил силу и спасение. Они нарушили закон, хранившийся в нем, ибо преклонение перед самим ковчегом привело их к формализму, лицемерию и идолопоклонству. Грехи отдалили их от Бога, и он не мог даровать им победу до тех пор, пока они не раскаются и не оставят свои беззакония. Было недостаточно, чтобы ковчег и святилище находились в среде Израиля. Было недостаточно, чтобы священники переносили жертвы и чтобы израильтяне назывались детьми божьими. Господь не может исполнить просьбы того, кто вынашивает в своем сердце нечестие. Написано, что тот, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Книга притчей Соломоновых, 28 глава, 9 стих. Когда армия отправилась в бой, Ильи, старый и слепой, остался в Селоме. Охваченный мрачными предчувствиями, он ждал исхода битвы, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Целыми днями он сидел у ворот с Киней возле дороги, с тревогой ожидая вестника с поля боя. Наконец, на крутой тропинке, ведущей в город, показался один вениамитянин. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Не обращая внимания на старца, сидевшего у дороги, он вбежал в город и рассказал нетерпеливой толпе о поражении и потерях. Вопли и причитания достигли ушей старца, сидевшего у Скинии. К нему привели человека, принесшего известие, и он сказал Илью, «Побежал Израиль пред филистимленами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Афни и Финиес, умерли». Как ни ужасна была весть, все же у Ильи нашлись силы выслушать ее, ибо он ожидал этого. Но когда вестник прибавил, и ковчег Божий взят, невыразимая мука исказила лицо старца. Мысль о том, что его грех настолько обесчестил Бога, что заставил его покинуть Израиль, была для него так страшна, что он не мог ее перенести. Силы оставили его, он упал, сломал себе хребет и умер». Жена Финиеса, несмотря на неблагочестивый образ жизни мужа, была богобоязненной женщиной. Смерть свекра, мужа, и более всего ужасная весть о захвате ковчега, стали причиной и ее смерти. Она чувствовала, что рухнула последняя надежда Израиля, и давая своему детяти, родившемуся в тот час бедствия, имя Ихавот, бесславия, гореста слабея, дыханием повторяла. Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Но Господь не отринул совсем свой народ. Он не мог больше сносить торжество язычников. Он использовал филистимлин как орудие в своих руках, чтобы наказать израильтян, а с помощью ковчега поразил филистимлин. В прежние времена божественное присутствие сопровождало ковчег, чтобы быть силой и славой его послушного народа. Это невидимое присутствие и теперь сопутствовало ему, чтобы навлечь ужас и смерть на нарушителей его святого закона. Господь часто использует своих злейших врагов, чтобы наказать свой народ за неверность. Пусть нечестивые торжествуют некоторое время, видя страдания Израиля, несущего наказание, но наступит время, когда и им будет вынесен приговор святого, ненавидящего грех Бога. Где бы ни процветало беззаконие, там скоро и неотвратимо разразятся суды Божьи. С торжеством принесли филистимлине ковчег в Азот, один из своих пяти главных городов, и поместили в дом Бога Дагона. Они вообразили, что сила, сопровождавшая ковчег до этих пор, будет принадлежать им, и что, объединив ее с могуществом Дагона, они станут непобедимы. Но, войдя на другой день в храм, они увидели картину, которая наполнила всех их невыразимым ужасом. Перед ковчегом Иеговы на земле вниз лицом валялся Бог Дагон. Шрецы благоговейно подняли идола и водворили на прежнее место, но на следующее утро они нашли его странно обезображенным и вновь лежавшим на земле перед ковчегом. Верхняя часть идола была подобна человеку, а нижняя часть — рыбе. Теперь все, что напоминало человека, было отсечено, и оставалось лишь тело рыбы. Великий страх объял жрецов и народ. Они восприняли это таинственное событие как дурное предзнаменование, предвещавшее гибель их самих и их богов перед Богом евреев. Они вынесли ковчег из храма и поместили его в отдельном здании. Жителей Азота поразила мучительная и смертельная болезнь. Вспоминая язвы, посланные на Египет богом Израилевым, народ приписал свое бедствие присутствию ковчега. Было решено отправить его в Геф, но язва тут же последовала за ним, и жители этого города отправили его в Аскалон, население которого с ужасом приняло ковчег, говоря, «Принесли к нам ковчег бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». Они молили своих богов о защите, подобно жителям Гефа и Азота, но губитель продолжал совершать свое дело, так что вопль города восходил до небес. Опасаясь дальше хранить ковчег в населенных местах, народ отнес его в открытое поле, но это вызвало нашествие мышей. Они заполонили всю землю, уничтожая все и в хранилищах, и на поле. Теперь народу угрожала полная гибель либо от болезней, либо от голода. В течение семи месяцев ковчег оставался в филистимской земле, и за все то время израильтяне не предприняли ни одной попытки возвратить его. Но филистимляне теперь так же сильно желали освободиться от него, как некогда желали обладать им. Вместо того, чтобы стать для них источником силы, он был тяжелым бременем и страшным проклятием. Однако они не знали, что предпринять, поскольку, куда бы они не помещали его, всюду за ним следовали неизменные суды Божьи. Народ обратился к князьям, жрецам и гадателям, с тревогой спрашивая их, что нам делать с ковчегом Господнем? Научите нас, как нам отпустить его в свое место. Им посоветовали возвратить его обратно с богатыми дарами. Тогда сказали жрецы, «Исцелитесь и узнайте, за что не отступает от вас рука его». Среди язычников господствовал древний обычай. Для предотвращения бедствия или излечения какой-либо болезни они делали из золота, серебра или другого ценного металла изображение того, что несло с собой смерть, или же ту часть тела, которая особо поражалась болезнью. Затем такое изображение помещали на столбе или в другом видном месте. Люди верили, что это надежная защита от несчастья. Подобные обычаи все еще существуют среди некоторых языческих народов. Когда кто-либо страдает, он идет за исцелением в храм своего идола и приносит с собой фигуру или изображение той части тела, которая поражена болезнью и которую он оставляет как жертву своему богу. Согласно господствовавшему суеверию, филистимские князья посоветовали народу сделать изображение язв, постигших их. По числу владетелей филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых, ибо, говорили они, казнь одна на всех вас и на владетелей ваших. Эти мудрецы признавали таинственную силу, сопровождавшую ковчег, силу, сокрушить которую у них недоставало мудрости. Однако они не посоветовали народу отказаться от идолопоклонства и начать служить Господу. Они продолжали ненавидеть Бога Израилева, хотя и вынуждены были под давлением непреодолимых судов покориться его власти. Так суды Божьи могут убедить грешников, что борьба с ним тщетна. Даже если они подчинятся его могуществу, сердца их возмутятся против его власти. Такая покорность не спасет грешника. Прежде чем раскаяние человека будет принято, он должен отдать сердце Богу, подчиниться божественной благодати. Как велико долготерпение Божие к нечестивцам. Идолопоклонники филистимляне и отступники израильтяне в одинаковой мере пользовались дарами его проведения. Десятки тысяч незамеченных милостей бесшумно опускались на жизненную дорогу неблагодарных мятежных людей. Каждое благословение говорило им о подателе этих благ, но они были равнодушны к его любви. Велико было терпение Божие к сынам человеческим, но когда они упорствовали в своем беззаконии, он лишал их своей защиты. Они отказались услышать голос Божий в его творении, предостережениях, советах и в его обличающем слове, и поэтому он вынужден был говорить с ними через свои суды. Среди филистимлин нашлись и такие, кто готов был помешать возвращению Ковчега в его землю, потому что такое признание могущества Бога Израилева унизило бы их национальную гордость. Но жрецы и прорицатели увещевали народ не подражать упрямству фараон и египтян, навлекая тем самым на себя еще большее несчастье. Был предложен план дальнейших действий, которые все одобрили и к исполнению которого немедленно приступили. Ковчег с золотыми изображениями в знак жертвы повинности поместили на новую колесницу, чтобы его ничем не осквернить. Затем в колесницу впрягли коров, которые никогда не знали ерма. Их телят заперли в стоиле, а коровам дали возможность идти, куда они хотят. Филистимли не рассуждали так. Если Ковчег возвратится в Израиль дорогой, ведущей к Вевсамису, ближайшему городу левитов, то значит, что это бог Израилев причинил им великое зло. Если же нет, говорили они, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. Оказавшись на свободе, коровы, не возвращаясь к тому месту, где находились их телята, пошли прямо по направлению к Вевсамису. Управляемые нечеловеческой рукой, терпеливые животные продолжали свой путь. Божественное присутствие сопровождало Ковчег, и он благополучно прибыл к назначенному месту. Было время уборки пшеницы, и жители Вевсамиса жали в долине. И, взглянув, увидели Ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина и остановилась там, и был тот большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Филистимские князья, следовавшие за Ковчегом до пределов Вевсамиса, видели, как Ковчег был принят, и потом возвратились в Аскалон. Язва прекратилась, и они убедились, что это бедствие Жители Вевсамиса быстро распространили весть о том, что Ковчег у них, и со всех ближайших мест стекались люди, чтобы приветствовать его возвращение. Ковчег поместили на камень, который перед этим служил жертвенником, и перед ним дополнительно принесли жертву Господу. Если бы люди, приносившие жертвы, раскаялись в своих грехах, им были бы неспосланы благословения Божьи, но они не повиновались с верностью его закону и радуясь возвращению Ковчега как доброму предвестнику, не имели истинного представления о его святости. Вместо того, чтобы приготовить для него соответствующее место, они оставили его в поле. Продолжая смотреть на этот священный ящик и обсуждая его чудесные возвращения, они начали высказывать всевозможные догадки о том, где могла бы скрываться его особенная сила. Наконец, одолеваемые любопытством, они сняли с него крышку и осмелились его открыть. Весь Израиль был научен благоговейно и почтительно относиться к Ковчегу. Когда требовалось перенести его с места на место, левитам дозволялось лишь взглянуть на него. Только один раз в году разрешалось первосвященнику смотреть на Ковчег Божий. Даже филистимляне, будучи язычниками, не осмелились снять с него крышку. Невидимые ангелы Божьи всегда сопровождали его во время всех путешествий. Непочтительная дерзость жителей Вевсамиса вызвала мгновенное наказание. Многих из них поразила внезапная смерть. Оставшиеся в живых не раскаялись в своем грехе, несмотря на постигший их суд, только стали относиться к Ковчегу с суеверным страхом. Страстно желая избавиться от него, но, не решаясь это сделать, жители Вевсамиса послали весть в Кириафиарим, приглашая его жителей взять Ковчег к себе. С великой радостью люди этого города приветствовали священный Ковчег. Они знали, что он был залогом божественной милости для всех послушных и верных. С торжественной радостью принесли они его в свой город и поместили в доме Аминодава, Левита, который поручил своему сыну Елиазару заботиться о нем. И Ковчег оставался там многие годы. С тех пор, как Господь впервые открылся сыну Анны, призвание Самуила на пророческое служение было признано всем народом. В точности передав божественное предостережение дому Илья, как немучительно и тяжело было для него сделать это, Самуил тем самым доказал свою верность как вестника Яговы. И Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Как нация, израильтяне продолжали оставаться в неверии и идолопоклонстве, и в наказание были порабощены филистимлянами. В течение всего этого времени Самуил ездил по городам и деревням страны, стараясь обратить сердца народа к Богу их отцов, и его стремления не оставались тщетными. После двадцати лет тяжелого угнетения израильтяне обратились к Господу. Самуил посоветовал им, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному». Мы видим, что в дни Самуила практическое благочестие, религия сердца проповедовались, как и в дни Христа, когда он был на земле. Для древнего Израиля внешние формы религии без благодати Христа не имели никакой ценности. Такими же они остаются и для современного Израиля. И сегодня, как и в дни древнего Израиля, есть нужда в подобном возрождении истинной религии сердца. Раскаяние — первый шаг, который должны совершить все, желающие вернуться к Богу. Никто не может сделать это за другого. Каждому из нас в отдельности следует смирить душу перед Богом и оставить своих идолов. Когда мы сделаем все, что в состоянии сделать, тогда Господь явит нам свое спасение. Благодаря содействию глав колен в массиве собралось много народа. Здесь все торжественно постились. С глубоким раскаянием люди исповедовали свои грехи и в доказательство решимости повиноваться услышанным указанием они поставили Самуила судьей над народом. Филистимли не думали, что израильтяне собрались для военного совещания и стянули к этому месту огромные войска, надеясь разогнать израильтян прежде, чем их планы созреют. При известии об их приближении ужас охватил весь Израиль. Народ умолял Самуила, не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлин. В то время, как Самуил был занят принесением ягненка в жертву, филистимлине подошли ближе, чтобы сразиться. Тогда всемогущий, который среди огня, дыма и грома сошел на Синай, который разделил Красное море и проложил через Иордан дорогу для израильского народа, снова явил свое могущество. Ужасная буря разразилась над идущими в наступлении войсками, и вся земля оказалась усеяна мертвыми телами могучих воинов. В святом безмолвии стояли израильтяне, трепеща от страха и надежды. Созерцая поражение врагов, они поняли, что Бог принял их раскаяние. Хотя и не готовые к сражению, они взяли в руки оружие погибших филистимлин и преследовали бегущих до Вевхора. Эта блестящая победа была одержана на том же самом поле, где 20 лет назад израильтян разбили филистимлине, где были убиты священники и где был взят ковчег Божий. Как для целых государств, так и для каждого человека в отдельности путь послушания Богу является единственным путем обретения безопасности и счастья, в то время как беззаконие ведет лишь к бедствию и поражению. Теперь филистимлине настолько покорились, что отдали израильтянам все взятые у них укрепления и в течение долгих лет не предпринимали никаких враждебных действий против них. Другие народы также последовали этому примеру и израильтяне наслаждались миром до тех пор, пока Самуил оставался их единственным правителем. Чтобы это событие никогда не изгладилось из памяти народа, Самуил поставил большой памятный камень между массивою и сеном. Он назвал это место «Авен-Езер» «Камень помощи», сказав народу. До сего места помог нам Господь. Глава 58 Школы пророков Господь руководил обучением в Израиле. Его забота не ограничивалась только духовной сферой. Все, что затрагивало их умственное или физическое благополучие, также направлялось божественным проведением и подчинялось божественному закону. Бог повелел евреям учить детей его требованиям. Им следовало знать о том, как он обращался с их отцами. Это одна из главных обязанностей каждого отца, которую нельзя перепоручить кому-либо. Не чужие уста, а любящие сердца родителей должны наставлять детей. Размышления о Боге должны быть неотделимы от событий повседневной жизни. Могущество Господа, освободившего свой народ, обетование о грядущем искупителе – вот непременная тема домашних бесед. Эти уроки следовало закреплять с помощью образов и символов. Великие истины о Божьем проведении и будущей жизни должны были запечатлеться в сознании юных. Детей учили видеть Бога и в природе, и в словах откровения, мерцающие на небе звезды, деревья и полевые цветы, величественные горы, журчащие ручейки – все говорил о Творце. Торжественное жертвоприношение, служение в святилище, слова пророков являлись откровением Божьим. Такое воспитание получили Моисей в Гесеме, в скромной хижине своих родителей, Самуил от верной матери Анны, Давид среди холмов вифлеемских, Даниил, прежде чем стал пленником в чужой стране. В такой же обстановке прошли и детские годы Христа в Назарете. Таким было воспитание и мальчика Тимофея, которого учили истинам священного писания бабушка Лаида и мать Евника. Второе послание Тимофею глава 1 стих 5, глава 3 стих 15. Для воспитания юношества предназначались и школы пророков. Если юноша стремился к более глубокому познанию истин Слова Божьего и искал мудрости свыше, чтобы стать учителем в Израиле, двери этих школ были открыты перед ним. Школы пророков были основаны Самуилом, чтобы препятствовать всеобщему разложению, уберечь юношество на должной нравственной и духовной высоте и способствовать дальнейшему процветанию нации, готовя в качестве руководителей и советников людей, способных действовать в страхе Божьем. Для осуществления этой цели Самуил собирал молодых благочестивых, умных и прилежных людей. Они назывались сынами пророков. Когда они общались с Богом, изучая Его слово и деяния, к их природным дарованиям прибавлялась мудрость свыше. Их учителями были люди не только сведущие в божественной истине, но и те, кто находился в тесной связи с Богом и получил особый дар Его Духа. Такие люди пользовались уважением и доверием народа благодаря своей учености, а также благочестию. В дни Самуила существовали две подобные школы. Одна в Раме, где жил пророк, а другая в Кириафиариме, где в то время находился ковчег. Другие школы были учреждены гораздо позже. Ученики этих школ сами содержали себя, занимаясь возделыванием земли или ремесленными работами. В Израиле любой труд был очень уважаем, и тот, кто, воспитывая детей, не обучал их какому-нибудь полезному делу, считался преступником. Согласно божественному повелению, каждый ребенок должен был знать какое-либо ремесло, даже если он готовился для святого служения. Многие из духовных учителей содержали себя трудом своих рук. Позднее, во времена апостолов, Павел и Акила пользовались не меньшим уважением, зарабатывая себе на пропитание деланием палаток. Основными предметами, изучавшимися в этих школах, были закон Божий и установления, данные через Моисея, священная история, духовная музыка и поэзия. Методы преподавания в этих школах коренным образом отличались от тех, что приняты в современных богословских школах, выпускники которых имеют гораздо меньшее реальное знание Бога и духовной истины, чем когда они только поступили туда. В пророческих школах древнего времени перед всеми учащимися стояла важнейшая задача постижения воли Божьей и обязанностей человека перед ним. Там изучали летопись священной истории, отмеченную присутствием Иеговы. Великие истины в символических образах оживали перед учащимися, и верой они постигали главный предмет Агнца Божьего, которому предстояло взять на себя грехи всего мира. В этих школах у всех учащихся самым заботливым образом развивали дух посвященности. Им не только внушали необходимость молитвы, но учили, как они должны молиться, как следует в молитве приближаться к своему Творцу, как развивать веру в Него и как понимать учение Его Духа и повиноваться им. Освященные умы молодых людей извлекали из сокровищницы Божьей новое и старое, и Дух Божий обнаруживался в пророчествах и священных песнях. Преподавание музыки имело своей целью служение святому идеалу, устремление мысли человека ко всему чистому, благородному и возвышенному, и пробуждение в душе его преданности и признательности Богу. Какая поразительная разница между отношением к музыке в древнее время и тем, как используют ее зачастую теперь. Сколь многие употребляют этот дар для самопрославления, вместо того, чтобы с его помощью славить Бога. Любовь к музыке побуждает ее неосторожного ценителя объединяться с любящими мир на увеселительных сборищах, куда Господь запретил ходить своим детям. Таким образом, то, что при правильном использовании является великим благословением, становится одним из самых успешных средств, которыми сатана отвлекает нас от долга и размышления над вечными истинами. Музыка составляет часть богослужения в небесных обителях, и мы должны стараться, чтобы наши хвалебные песнопения по возможности приближались к гармонии небесных хоров. Правильное развитие голоса является важной чертой образования, которым не следует пренебрегать. Пение, как часть религиозного служения, столь же важно, как и молитва. Поющий должен сердцем чувствовать дух произведения, чтобы придать ему надлежащую выразительность. Как отличаются между собой школы пророков божьих и современные учебные заведения? Большинство нынешних школ руководствуются принципами и обычаями мира. Как прискорбно видеть, что в них нет надлежащей строгости и разумной дисциплины? Пренебрежение к слову божьему, распространенное среди так называемых христиан, вызывает тревогу. Поверхностные беседы дешевый сентиментализм становится основой нравственного и духовного воспитания. Справедливость и милосердие Божье, красота святости и истинные вознаграждения за благочестивый образ жизни, мерзость греха и неотвратимость его ужасных последствий все это не запечатлевается в умах молодежи. Дурные сообщества толкают молодых людей на путь преступления, распущенности и безнравственности. Разве наши учителя не могли бы заимствовать немало полезного из методов преподавания в древних еврейских школах? Тот, кто сотворил человека, сделал все для его всестороннего развития. Следовательно, истинный успех образования зависит от верности, с которой человек выполняет замысел Творца. Подлинные цели образования заключаются в восстановлении образа Божьего в душе человека. Вначале Бог сотворил человека по своему подобию. Он наделил его благородными качествами. Человек обладал уравновешенным умом, и все способности его были гармоничны. Но грехопадение и его последствия извратили эти качества. Грех исказил и почти уничтожил образ Божий в человеке. Для того, чтобы вновь восстановить его, был задуман план спасения, и человеку дана жизнь полный испытаний. Поэтому великая цель жизни, лежащая в основе всех других, вернуть человеку совершенство, которое ему было присуще изначально. Миссия родителей и учителей заключается в том, чтобы разделять божественное намерение относительно образования юношества, и тогда они становятся соработниками у Бога. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 9. Разнообразные способности разума, души и тела, Бог даровал человеку для того, чтобы он всеми возможными силами стремился достичь высочайшей степени совершенства. Но тут не должно быть место эгоизму или чувству исключительности, ибо характером Бога, чье подобие мы должны восстановить в себе, является любовь и благожелательность. Каждое дарование, свойство характера, которыми Творец одарил нас, должны служить умножению его славы и духовному росту наших ближних. Только такое применение окажется самым чистым, благородным и счастливым. Если бы этому важному принципу уделялось должное внимание, тогда произошла бы коренная перемена некоторых обычных учебных методов. Вместо того, чтобы идти к достижению намеченной цели, воздействуя на гордость и чистолюбие, вместо того, чтобы разжигать дух соперничества, учителям следовало бы стремиться пробудить в душе человека любовь к добру, истине и красоте, пробудить желание совершенства. Учащийся должен стремиться развивать в себе Божьи дары не для того, чтобы превзойти других, но чтобы осуществить намерения Творца и уподобиться ему. Вместо того, чтобы направлять разум только к земным идеалам, вместо того, чтобы руководствоваться желанием к самовозвышению, что само по себе мелко и ничтожно, мы должны устремлять все силы к Творцу, чтобы познать Его и уподобиться Ему. Начало мудрости страх Господень и познание святого разума. Книга притчей Соломоновых, 9 глава, 10 стих. Формирование характера является великой работой всей жизни, а познание Бога есть основа всякого истинного образования. Задача каждого учителя состоит в том, чтобы передать это познание и сформировать характер в согласии с ним. Закон Божий является отражением сущности Господа, поэтому псалмопевец говорит, все заповеди твои праведны, и повелениями твоими я вразумлен. Книга Псалтырь, 118 глава, 172 и 104 стихи. Бог открыл нам себя в слове своем и делах творения. Книга, написанная по вдохновению Святого Духа и книга природы, помогут нам познавать Бога. Интеллектуальная деятельность характеризуется тем, что уровень развития человека постепенно достигает уровня тех предметов, над которыми тот более всего размышляет. Если наш разум занят простыми, обыденными вещами, он постепенно мельчает и слабеет. Если человек никогда не трудится над разрешением каких-либо трудных задач, спустя некоторое время его развитие совсем прекращается. В этом отношении Библия, как учебное пособие, не знает себе равных. В Слове Божьем разум находит для себя пищу для глубочайшего размышления и самых возвышенных устремлений. Библия содержит в себе самые назидательные истории, когда-либо известные людям. Она берет начало от истоков вечной истины, и Божественная рука оберегает ее чистоту на протяжении всех веков. Она проливает свет на далекое прошлое, куда тщетно пытается проникнуть пытливый человеческий ум. В Слове Божьем явлена сила, которая положила основание земли и распростерла небеса. Только там мы можем найти историю нашего рода, неизвращенную человеческими предрассудками и гордостью. Там зафиксированы битвы, поражения, победы, самых выдающихся мужей, которых когда-либо знал мир. Там все сказано о предназначении человека и его участи вечности. Занавес, отделяющий видимый мир от невидимого, поднят, и мы наблюдаем борьбу сил добра и зла, противостоящих друг другу, начиная с того момента, когда впервые возник грех, и до окончательной победы правды и истины. И все это не что иное, как откровение характера Божьего. При благоговейном размышлении над истинами, выраженными в его слове, разум учащегося соприкасается с безграничным разумом. Такие занятия не только очистят и облагородят характер, но и непременно умножат и освежат умственные силы. Библейское учение существенно сказывается на благополучии человека во всех жизненных отношениях. Ему открываются принципы, являющиеся краеугольным камнем процветания государства, принципы, на которых зиждется благополучие общества, которые служат защитой семьи, то есть те принципы, без которых ни один человек не может приносить пользу и добиться счастья и уважения в этой жизни и бессмертия в будущей. Нет такой должности в этой жизни и таких обстоятельств, к которым библейское учение не могло бы основательно приготовить. Если изучать Слово Божье и повиноваться Ему, то в мире было бы намного больше сильных, деятельных и умственно одаренных людей, чем в случае самого скрупулезного изучения всех предметов, которые только способны охватить человеческая мудрость. Это дало бы миру людей с сильным и цельным характером, острым восприятием, здравым суждением, людей, которые были бы славой Божьей и благословением для мира. Изучая науки мы также должны познавать Творца. Всякая подлинная наука является ничем иным, как истолкованием рукописи Божьей в материальном мире. Научные исследования лишь только дают все новые доказательства мудрости и могущества Божьего. Правильно понятые книга природы или писанное слово знакомят нас с Богом и теми мудрыми и благостными законами, посредством которых Он действует. Учащегося следует вести к тому, чтобы Он видел Бога во всех делах творения. Педагогам следует подражать примеру великого учителя, который брал из известных явлений природы иллюстрации, помогающие понять его учения, которые, благодаря такому методу, глубже запечатлевались в сознании слушателей. птицы, поющие в зелени лесов, полевые цветы, величественные деревья, плодородные земли, проклюнувшийся росток и сохшая земля, заходящее солнце, освещающее небеса своими золотыми лучами. Все это средство обучения. Христос объединял зримые дела Творца со словами жизни, которые в Его устах звучали так, что всякий раз, когда эти предметы попадались на глаза Его слушателей, они вспоминали уроки истины, которые Он связывал с ними. Печать Божества, оттиснутая на страницах откровения, видна и на могучих горах, плодородных равнинах, необъятном глубоком океане. Природа свидетельствует человеку о любви Его Творца. Он связал нас с собой бесчисленными знамениями на небе и на земле. Этот мир не состоит только из страданий и скорбей. Бог есть любовь, написана на каждой распускающейся почке, на лепестках каждого цветочка, на каждом стебельке травы. Хотя из-за проклятия греха на земле немало шипов и колючек, но и на колючем стебле цветут цветы, а шипы скрыты розами. Вся природа свидетельствует о нежной отцовской заботе нашего Бога и Его желании сделать своих детей счастливыми. Его запреты и установления даны не только как выражение Его власти. Во всем, что Он делает, сквозит забота о благосостоянии Его детей. Он не требует от них, чтобы они отказались от того, что содействует их благу. Господствующее в некоторых слоях общества мнение, что религия не способствует здоровью и счастью в этой жизни, является самым вредным заблуждением. Писание говорит, страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Книга притчей Соломоновых, 19 глава, 23 стих. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Книга Псалтырь, 33 глава, стихи с 13 по 15-й. Слова мудрости жизнь для того, кто нашел их и здравие для всего тела его. Книга притчей Соломоновых, 4 глава, 22 стих. Истинная религия приводит человека в согласие с божественными законами, физическом, умственном и нравственном отношении. Она учит самообладанию, спокойствию, воздержанию. Религия облагораживает разум, воспитывает вкус и освещает рассудок. Она делает душу причастницей небесной чистоты. Вера в Божью любовь и во всесильное провидение облегчает бремя забот и тревог. Она наполняет сердце радостью и удовлетворением во дни счастья и горя. Религия непосредственно способствует улучшению здоровья, продлению жизни и увеличивает наслаждение всеми ее благословениями. Она открывает душе неистощимый источник счастья. Пусть те, кто еще не встал на сторону Христа, поймут, что он предлагает гораздо больше, чем они могут пожелать. Человек причиняет своей душе величайший вред и поступает несправедливо по отношению к себе, когда думает и действует вопреки воле Божьей. Никто не может найти истинной радости на пути, запрещенном им, тем, кто знает, что для нас лучше, и кто заботится о благе своего творения. Беззаконный путь ведет к несчастью и гибели, а пути мудрости пути приятны, и все стези ее мирные. Книга притчей, глава 3, стих 17. Физическое и религиозное образование, которое давалось в еврейских школах, можно изучать с большой пользой, но это не оценено должным образом. Между разумом и телом существует теснейшая связь, и для того, чтобы достичь высокого уровня нравственного и умственного развития, мы должны соблюдать законы, управляющие нашим физическим естеством, для того, чтобы сформировать сильный, уравновешенный характер, как умственные, так и физические силы, должны упражняться и развиваться. Может ли быть более важное занятие для юношества, чем изучение чудесного организма, вверенного нам Богом, и законов, позволяющих сохранить его в здравом состоянии? Теперь, как и в Древнем Израиле, каждому юноше нужно научиться выполнять каждодневные обязанности. Каждому следует овладевать каким-либо ремеслом, чтобы при необходимости зарабатывать себе на пропитание. Это нужно рассматривать не только как защиту от превратностей жизни, но и как средство физического, умственного и морального развития. Даже если кто и уверен, что ему никогда не придется прибегнуть к физическому труду для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание, все равно его следует научить работать. Без физических упражнений ни у кого не будет сильного тела и цветущего здоровья, а умение правильно организовать труд не менее необходимы для приобретения сильного и деятельного ума и благородного характера. Каждому учащемуся надо отводить часть дня для физического труда. Таким образом, появятся трудовые навыки, разовьется чувство уверенности в себе и вместе с тем юношество будет защищено от многочисленных пороков и низменных привычек, которые часто являются следствием безделья. Все это находится в тесной связи с первоначальной целью образования, ибо подвизаясь на пути труда, прилежания и чистоты, мы приходим в согласие с Творцом. Ведите юношество к пониманию цели их творения, необходимости чтить Бога и быть благословением для своих ближних. Дайте юношам увидеть нежную любовь, которую Отец Небесный проявляет к ним и свое великое предназначение, которому жизненная школа должна приготовить их, достоинство и честь, которой они призваны стать сынами Божьими. И тогда тысячи с презрением и отвращением отбросят низкие эгоистичные стремления и пустые удовольствия, которые до того времени владели ими. Они научатся ненавидеть грех и избегать его, не просто ради награды или из чувства страха перед наказанием, но сознавая свойственную ему порочность, сознавая, что это пагубным образом отразится на данных им Богом способностях и ляжет пятном на данные им от Бога человеческое достоинство. Бог повелевает юношеству не довольствоваться достижением малого. Черты характера, которые делают человека удачливым и уважаемым членом общества, непреодолимое стремление к совершенству, непреклонная воля, энергичные действия и неутомимая настойчивость не должны подавляться. Напротив, с помощью благодати Божьей юношей следует направлять к целям, которые настолько возвышеннее эгоистичных земных интересов, насколько небеса превыше земли. И образование, начатое в этой жизни, будет продолжаться в вечности. И за дня в день чудесные дела Божьи, доказательства Его мудрости и силы в сотворении и управлении Вселенной, безграничная тайна любви и мудрости в плане искупления будут открываться пытливому уму все в новой красоте. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, вторая глава, девятый стих. Уже в этой жизни мы можем улавливать искры его присутствия и вкушать радость общения с небом, но всю полноту радости и блаженства мы испытаем в вечности. Только вечность откроет славную участь, доступную человеку, в котором восстановлен образ Божий. Глава 59 Управление Израилем осуществлялось от имени Бога и Его власти. Задача Моисея, семидесяти старейшин, начальников и судей, заключалась только в проведении в жизнь законов, данных Богом. Но власти издавать законы для народа они не имели. Это было условием существования нации. Из столетия в столетие посылались люди, вдохновленные Богом, чтобы наставлять народ и учить его жить по Божьим законам. Господь предвидел требование Израиля иметь царя, но он не согласился изменить принципы, на которых было основано государство. Царю предстояло стать наместником Всевышнего. Бог должен был оставаться признанным владыкой народа, а его закон нужно было почитать наивысшим законом страны. Когда израильтяне поначалу поселились в Ханаане, они признали принципы теократического правления, и нация процветала под управлением Иисуса Новина. Но умножение численности народа и взаимоотношения с другими странами внесли перемены. Израильский народ перенял безнравственные обычаи своих языческих соседей и во многом пожертвовал таким образом своим особенным святым характером. Постепенно иудеи потеряли благоговение перед Богом и уже не дорожили своим преимуществом быть его избранным народом. Привлеченные великолепием и блеском языческих царей, они тяготились своей простотой. Между коленами возникли ревность и зависть. Внутренние разногласия ослабляли их. Враждебно настроенные язычники постоянно совершали набеги на их земли и среди израильтян крепло убеждение, что для сохранения своего положения между народами все колена должны объединиться под единой сильной властью. Уклонившись от повиновения закону Божьему, они желали освободиться от своего божественного правителя и таким образом желание иметь царя стало общим требованием всего Израиля. Со дней Иисуса на вина никто не управлял Израилем с такой великой мудростью и успехом, как Самуил. Помазанный Богом на тройное служение, как судья, пророк и священник, Самуил неутомимо, с бескорыстным рвением трудился на благо своего народа, и нация процветала под его мудрым руководством. Повсеместно был восстановлен порядок, народ боялся Бога и чтил его, и на некоторое время дух недовольства утих. Но с наступлением старости пророк вынужден был разделить с другими бремя своих трудов и назначил себе в помощники двух своих сыновей. В то время как Самуил исполнял свои обязанности в раме, молодые люди находились в Версавии, чтобы вершить справедливость среди народа, живущего у южной границы страны. Со всеобщего согласия народа Самуил назначил на это служение своих сыновей, но они не оправдали доверие отца. Через Моисея Господь дал своему народу специальные указания, чтобы начальники Израиля судили справедливо, честно поступали с вдовами, сиротами и не брали взяток. Но сыновья Самуила уклонились в корысть и брали подарки и судили привратно. Напрасно Самуил старался запечатлеть в сознании своих сыновей определенные принципы. Они не подражали чистой, бескорыстной жизни своего отца. Предостережение, посланное Илью, не оказало должного влияния на Самуила. Излишняя снисходительность к сыновьям не могла не сказаться на их характере и жизни. Несправедливость этих судей вызвала много недовольства и послужила поводом к перемене управления. Перемене, который уже долгое время втайне желал весь народ. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму и сказали ему «Вот ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга царств, глава восьмая, стихи четвертый и пятый. Самуил не знал, что его сыновья злоупотребляли своим положением. Если бы ему было известно их нечестное поведение, он немедленно устранил бы их, но не этого желали пришедшие спрашением. Самуил видел, что они руководствуются гордыней, что они раздражены, и их требования результат продуманного и решительного замысла. Никто не жаловался на Самуила, честность и мудрость его руководства признавались всеми, но престарелый пророк рассматривал подобную просьбу как критику в свой адрес и прямую попытку сместить его. Однако он ничем не проявил своих чувств, не произнес ни единого слова упрека, но в молитве обратился к Богу и только у него одного просил совета. И Господь сказал Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня, оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Господь обличил пророка за то, что тот огорчился и поведение народа отнес на свой счет. Они проявили неуважение не к нему, но к власти Бога, который назначил начальников в своем народе. Те, кто отвергает и презирает верного слугу Божьего, проявляют презрение не просто к человеку, но к владыке, пославшего Его. Этим они умоляют Божьи слова, Его обличения и советы, этим они отвергают Его власть. Наибольшего расцвета Израиль достиг в то время, когда признавал и Егову своим царем, когда законы и правления, учрежденные им, чтились превыше законов всех остальных народов. Моисей объявил Израилю относительно установлений Господних, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Книга Второзакония, глава 4, стих 6. Но, отступив от закона Божьего, евреи не смогли стать таким народом, каким Бог желал сделать их, а в результате все зло, которое явилось следствием их греха и безумия, они приписали правлению Божьему. Вот до чего грех ослепил их. Господь предсказал через пророков, что Израилем будет управлять царь, но ничего не говорилось о том, что это наилучшая форма правления для евреев, и что это отвечает воле Божьей. Бог разрешил народу поступать согласно своему выбору, ибо он отказался руководствоваться его советом. Осия говорит, что Бог дал им царя во гневе своем. Книга пророка Осии, 13 глава, 11 стих. Когда люди упорно желают идти своим путем, не ища одобрения Божьего, или же когда они сопротивляются его ясно выраженной воле, он часто удовлетворяет их желания, дабы последующий горький опыт заставил их понять свое безумие и раскаяться в своем грехе. Человеческая гордость и мудрость слишком опасны путеводители. То, чего желает сердце вопреки воле Божьей, впоследствии окажется скорее проклятием, нежели благословением. Бог желал, чтобы его народ видел в нем единственного законодателя и источник силы. Чувствуя свою зависимость от Бога, евреи всегда стремились бы к нему. Как его избранный народ, они должны были стать благородными возвышенными людьми, отвечающими тому высокому предназначению, которому он их призвал. Но избрав кого-либо в цари, они неизбежно отвратили бы свое внимание от Бога и больше полагались бы на человеческую силу, нежели на божественную, а беззаконие царя ввели бы народ в грех и отдалили бы его от Бога. Самуилу было велено удовлетворить просьбу народа, но предостеречь о Божьем неодобрении, а также поставить в известность о последствиях такого образа действий. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. Он верно указал на те тяжелые обязанности, которые будут возложены на евреев, и провел разницу между их новым угнетенным положением и настоящим, сравнительно свободным и процветающим состоянием. Он сказал им, что царь, подражая блеску и роскоши других монархов, будет очень много требовать от них и услужения, и имущества. Он выберет среди них самых красивых молодых людей для своего окружения и превратит их в своих возниц, кучеров и скороходов. Они должны будут составить его армию, обрабатывать его поля, собирать его урожай и изготовлять снаряжение для его воинов. Их дочери будут взяты в царские чертоги, чтобы быть кухарками. Для того, чтобы содержать свой двор, он отнимет у них самые лучшие земли, которые дал им сам Иегова. Он возьмет их лучших слух и скот и употребит на свои дела. Помимо этого, царь потребует у них десятую часть всех их доходов от ремесла или от произведений земли, и сами вы будете ему рабами, сказал в заключении пророк. И восстинаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Однако, каким тяжелым не окажется этот гнет, учрежденную некогда монархию, они не смогут свергнуть, когда захотят. Но народ ответил ему на все это, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши. Как прочие народы, израильтяне не понимали того, что их особое преимущество и благословение состояло именно в отличии от других народов. Бог отделил их от всех других, чтобы сделать своим избранным сокровищем, но они, пренебрегая этой высокой честью, страстно желали уподобиться язычникам. И поныне среди так называемого народа Божьего живет сильное желание сообразоваться с мирскими привычками и обычаями. Когда люди отдаляются от Бога, у них появляется чистолюбивое стремление к почестям и преимуществам мира. Христиане постоянно стараются подражать обычаям тех, кто преклоняется перед Божеством мира сего. Многие убеждены в том, что, завязывая близкие отношения со светскими людьми и сообразуясь с их нравами, они смогут оказывать большее влияние на неверующих. Но все поступающие так отдаляются от источника своей силы. Становясь друзьями мира, они превращаются во врагов Бога. Ради земных почестей они жертвуют неизмеримо высокой честью, предназначенной для них Богом, возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. С глубокой печалью Самуил выслушал слова народа, но Господь сказал ему, послушай голоса их и поставь им царя. Пророк исполнил свой долг. Он верно изложил им предостережение, но оно было отвергнуто. С тяжелым сердцем он отпустил народ, а сам удалился, чтобы приготовиться к великой перемене в управлении. Непорочная и бескорыстная жизнь Самуила являлась постоянным упреком к корыстолюбивому служению священников и старейшин и надменному прихотливому израильскому обществу. Хотя он не окружал себя пышностью и блеском, его труды были отмечены печатью неба. Он был прославлен искупителем мира, под чьим руководством управлял еврейским народом. Но люди устали от его набожности и верности. Они презрели его смиренное правление и променяли на человека, который должен был царствовать над ними. Мы видим, что в Самуиле отразилось подобие Христа. Непорочность жизни Спасителя вызывала гнев сатаны. Его жизнь была светом для мира, и она обличала скрытую порочность человеческих сердец. Святость жизни Христа возбудила против него самые яростные нападки со стороны благочестивых лицемеров. Христос пришел в этот мир не в блеске богатства, не в сверкании земной славы, однако его дела свидетельствовали, что он обладает большей силой, нежели любой земной царь. Иудеи ожидали, что Мессия свергнет ярмо огнетателей, однако сами продолжали творить те же беззакония, благодаря которым это ярмо оказалось надето на их шеи. Если бы Христос покрыл их грехи и поощрил их внешнее благочестие, они приняли бы тогда его как своего царя, но его бесстрашные обличения их пороков были невыносимы для них. Они презрели красоту его характера, в котором было столько благожелательности, непорочности, святости, и отсутствовала ненависть к чему бы то ни было, кроме греха. Это происходит во все века. Небесный свет обличает всех, кто отказывается пребывать в нем. Когда жизнь тех, кто ненавидит грех, становится упреком для лицемеров, тогда они превращаются в приспешников сатаны, чтобы мучить и преследовать верных. Все желающие жить благочестивого Христе Иисусе будут гонимы. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 12. Хотя монархическая форма правления в Израиле и была предсказана в пророчестве, Бог оставил за собой право избрать для народа царя. Евреи настолько уважали власть Бога, что полностью положились на Него в выборе царя. Выбор пал на Саула, сына Киса, из колена Вениаминова. Личные достоинства будущего монарха полностью отвечали тщеславным желаниям народа. И не было никого из израильтян красивее его. Первая книга царств, глава 9, стих 2. Благородный, полный достоинства, во цвете лет, высокий и красивый, он, казалось, был рожден для того, чтобы повелевать. Однако, невзирая на внешнюю привлекательность, у Саула не было возвышенных качеств, которые составляют истинную владеть своими порывистыми и пылкими страстями. Он никогда не испытывал на себе обновляющей силы божественной благодати. Саул был сыном влиятельного и богатого начальника, но, по обычаям того времени, вместе с отцом занимался скромным земледельческим трудом. Из стада отца среди гор затерялось несколько ослиц, и Саул вместе со слугой отправился искать их. Три дня ушло на бесплодные поиски, и когда они оказались недалеко от рамы, где жил Самуил, слуга предложил спросить у пророка о потерянных ослицах. «Вот в руке моей четверть сикли серебра», сказал он, «я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Это соответствовало обычаям того времени. Обращаясь к тому, кто стоял выше него, человек должен был вручать ему маленький подарок в знак уважения. Приблизившись к городу, они встретили молодых девиц, которые шли за водой, и спросили их о прозорливце. Те ответили, что в городе должно быть богослужение, и значит, пророк уже здесь, потому что у народа жертвоприношение на высоте, а потом будет жертвенный пир. Великая перемена произошла во дни правления Самуила. Когда впервые Божий призыв дошел до него, служение в святилище находилось в запустении. Люди отвратились от жертвоприношений Господу. Первая книга царств, глава 2, стих 17. Но теперь богослужения проходили по всей стране, и народ проявлял интерес к религиозным служениям. Поскольку служения в Скинии не совершались, жертву приносили в городах священников и левитов, куда народ обращался за наставлениями. Самые высокие места в этих городах обыкновенно предназначались для жертвоприношений, поэтому они и назывались высотами. У ворот города Саул был встречен самим пророком. Бог открыл Самуилу время, когда должен был прийти к нему избранный царь Израиля. И когда они встретились лицом к лицу, Господь сказал Самуилу, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. На просьбу Саула скажи мне, где дом прозорливца? Самуил ответил «Я прозорливец». Заверив, что потерянные ослицы нашлись, пророк пригласил Саула остаться на пире, давая ему в то же самое время намек на великое будущее, ожидающее его. «И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» Сердце Саула затрепетало от слов пророка. Он не мог не почувствовать, что в них содержатся важные предсказания, ибо требование возвести кого-нибудь на израильский престол звучало из уст всех людей. Все же с благопристойной скромностью он ответил «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое не малейшее или между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Самуил проводил пришельцев туда, где собрались именитые мужи города. По распоряжению пророка Саулу было отведено среди них почетное место, и на обеде ему подавали самые лучшие блюда. Когда служение окончилось, Самуил позвал гостя к себе и на кровле своего дома беседовал с ним, говоря о великих принципах, на которых основано правление Израиля, стараясь таким образом подготовить его в какой-то мере к высокому назначению. Когда на следующее утро Саул отправился в путь, пророк пошел с ним. Выйдя из города он послал слугу вперед, а Саулу велел остановиться, чтобы сообщить ему весть от Бога. Взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». И в доказательство того, что это было сделано властью Бога, пророк предсказал все, что произойдет с Саулом по пути домой, и заверил его, что он будет помазан Духом Божьим на трон ожидающий его. «И найдет на тебя Дух Господень», сказал пророк, «и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения избудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Саул отправился своей дорогой, и все произошло так, как сказал пророк. На границе пределов колена Вениаминова ему сказали о том, что нашлись потерянные ослицы. На Фаворской равнине он встретился с тремя мужчинами, идущими на поклонение Богу в Вифиль. Один из них нес трех козлят для жертвоприношения, другой три хлеба, а третий сосуд с вином для праздничного обеда. Они приветствовали Саула обычными словами и подарили ему два хлеба. В Гиве, его городе, он встретил группу пророков, возвращающихся с высоты, которые пели, прославляли Бога под звуки труп, арфы, псалтирии и гусли. Когда Саул приблизился к ним, Дух Божий также сошел на него, и он присоединился к певцам и пророчествовал вместе с ними. Он говорил так бегло и разумно и принимал такое горячее участие в служении, что знавшие его восклицали в изумление. Что это осталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул в пророках? Когда Саул вместе с пророками принял участие в служении, великая перемена произошла с ним под влиянием Святого Духа. Свет божественной чистоты и святости засиял во тьме плотского сердца. Он увидел себя таким, каким был пред Богом. Он увидел красоту святости. Теперь он был призван вступить в борьбу с грехом и сатаной и начал осознавать, что в этой борьбе его сила должна исходить только от Бога. План спасения, который казался ему таким неясным и непонятным, открылся его разумению. Бог одарил его мудростью и смелостью для высокого призвания. Он открыл ему источник силы и благодати и просветил его относительно божественных требований и его собственного долга. Народ не знал о том, что Саул помазан в царе. Выбор Божий должен был открыться перед людьми путем жребия. С этой целью Самуил созвал народ в массиву. Вознесли молитву о божественном водительстве и затем произошла торжественная церемония бросания жребия. В молчании собравшиеся люди ожидали результата. Было указано на колено, племя, членов семьи, а затем жребий пал на Саула, сына Киса. Но его не оказалось среди собравшихся. Удрученный сознанием великой ответственности, которую собирались возложить на него, он незаметно удалился. Но его привели обратно в собрание, и весь народ с гордостью и удовлетворением смотрел на его царственную осанку, благородную внешность, поскольку он был от плеч своих выше всего народа. Даже Самуил, представляя его собрание, воскликнул, «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». И в ответ из уст многочисленного народа раздался громкий клич радости «Да живет царь!» Тогда Самуил изложил перед народом права царства, объясняя народу принципы, на которых основывается царское правление, и которыми они должны будут руководствоваться. Царь не являлся абсолютным монархом, его власть ограничивалась волей Всевышнего. Это обращение записали в книгу, изложив права царя, права народа и его привилегии. Хотя народ и отверг предостережение Самуила, но верный пророк, вынужденный уступить желанию людей, все же пытался по возможности оградить их свободу. В то время, как почти все были готовы признать Саула своим царем, нашлось немало и тех, кому очень не нравилось, что царя избрали из такого небольшого колена, а не из колена Иуда или Ефрема, самых больших и могущественных. Многие сочли это оскорблением и не могли примириться с этим. Они отказались засвидетельствовать свою преданность Саулу и не преподнесли ему подарков, полагающихся по обычаю. Именно те, кто раньше больше всех кричал о желании иметь царя, теперь отказались с благодарностью принять человека, назначенного Богом. Сторонники каждой группы имели своего избранника, которого они желали бы возвести на трон, а некоторые из начальников желали этой славы для себя. Зависть и ревность вспыхнули во многих сердцах. Горделивые и тщеславные устремления привели ко всеобщему разочарованию и недовольству. Поступки, продиктованные гордостью и честолюбием, принесли негодование и разочарование. При таком положении вещей Саул не решался вступить в царские права. Оставив Самуила управлять, как и прежде, он вернулся в Гиву. Его с почестями сопровождали верные люди, которые видели в нем избранника Божьего и решили поддерживать его. Но он не предпринял никаких попыток силой поддержать свое право на трон. У себя дома, среди возвышенностей Вениаминовой земли, он мирно занимался земледелием, придав всецело в руки Божьей установление своего правления. Вскоре после воцарения Саула Аманитяне во главе с царем Наасом напали на колено жившие на восточной стороне Иордана и осадили Иавис Галаадский. Жители этого города пытались заключить с ними мирный договор, обещая платить дань. Это предложение жестокий царь не принял, но выставил свое условие – выколоть у каждого по правому глазу, чтобы они были неизменным свидетельством его могущества. Жители осажденного города просили семь дней для размышления. Аманитяне согласились, думая таким путем усилить торжество ожидаемой победы. Тем временем из Иависа с просьбой о помощи немедленно были посланы люди коленом, живущим на западной стороне Иордана. Они принесли эти известия в Гиву, вызвав всеобщий ужас. Саул, возвращаясь вечером с поля, где целый день трудился со своими валами, услышал громкий вопль, что говорило о каком-то великом несчастье. Он спросил, что сделалось с народом, что он плачет. Когда позорные условия мирного союза передали ему, силы до сих пор дремавшие в нем пробудились. И сошел дух Божий на Саула, и взял он пару валов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. По приказу царя Саула в долине Везек собрались 330 тысяч человек. В осажденный город немедленно послали гонцов с вестью, что помощь придет к утру, как раз в тот день, когда горожанам предстояло сдаться амонитянам. Ночью, стремительно продвигаясь, Саул со своей армией перешел Иордан и прибыл в Иавис очень рано. Как и Гидеон, он разделил людей на три отряда и ранним утром, когда в стане врага меньше всего ожидали опасности, напал на амонитян. В поднявшейся панике враг был нагло разбит. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них двоих вместе. Находчивость и храбрость Саула, а также его воинское мастерство, проявленное в успешной битве с таким многочисленным врагом, как раз и были теми достоинствами, которые израильтяне желали видеть в своем царе, чтобы вести победоносные войны с другими народами. Теперь они приветствовали его как своего царя, приписывая торжество победы человеческому умению и забывая, что без особого божественного благословения все их старания оказались быть тщетными. Некоторые решительно настроенные люди предложили убить тех, кто вначале отказался признать власть Саула. Но вмешавшись в это царь сказал «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Эти слова свидетельствовали о перемене в его характере. Вместо того, чтобы приписать славу себе, он воздал славу Богу. Вместо того, чтобы проявить дух мести, он проявил милосердие и прощение. Это безошибочное доказательство того, что благодать Божья пребывает в сердце. Затем Самуил предложил созвать народное собрание в Галгале, чтобы публично закрепить за Саулом царство. Так и сделали. И принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Галгал был местом, где Израиль впервые расположился станом в обетованной земле. Здесь, согласно божественному указанию, Иисус Новин соорудил столб из двенадцати камней в память чудесного перехода через Иордан. Здесь был возобновлен обряд обрезания. Здесь впервые после своего падения в Кадесе и странствования по пустыне народ праздновал Пасху. Здесь перестало сыпаться с неба манна. Повелитель воинства Господнего здесь открыл себя как главнокомандующий. Отсюда народ отправился к Ерихону и Гаю. Здесь Ахан понес свое заслуженное наказание. И также именно тут был заключен союз с гаваанитянами, ставший наказанием для Израиля, не обратившегося к Богу за советом. И сейчас на этой равнине, с которой у народа было связано столько волнующих воспоминаний, стояли Самуил и Саул. И когда утихли возгласы приветствий царю, престарелый пророк, бывший правителем израильтян, обратился к народу с прощальными словами. «Вот, сказал Самуил, я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуете на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». Весь народ единогласно ответил, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Этими вопросами Самуил желал не только оправдать собственное поведение. Накануне он уже объяснил народу принципы, которыми должны руководствоваться царь и люди, но теперь желал придать весомость своим словам личным примером служения народу. С детства он трудился на Неве Божьей, и в течение всей его долгой жизни перед ним стояла одна цель – прославление Бога и наивысшее благо Израиля. Израиль мог надеяться на свое благоденствие не раньше, чем он покается перед Богом. Вследствие греха евреи утратили веру в Бога и в его силу и мудрость управлять государством. Они перестали верить в то, что он способен отстоять свое дело. Прежде чем обрести истинный мир, они должны были понять и исповедовать тот грех, в котором были виновны. Они объяснили, с какой целью требовали себе царя, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши. Самуил пересказал всю историю от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Однако и сейчас, когда им грозила опасность, они, на слова пророка «Господь Бог ваш, царь ваш» заявили «Царь пусть царствует над нами». Теперь, продолжал Самуил, встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатвали пшеницы ныне, но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. Во время жатвы пшеницы в мае и июне на востоке никогда не бывает дождя. Небо безоблачно, воздух чистый мягок. Свирепая буря в это время года преисполнила всех ужасом. Теперь люди в смирении исповедали свой грех, грех, в котором они были виновны. Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Самуил не оставил народ пребывать в отчаянии, ибо это послужило бы для евреев препятствием к исправлению своей жизни. Тогда сатана внушил бы им мысль, что Бог способен прощать и таким образом ввел бы их во многие искушения. Бог милосерден и готов прощать. Он всегда желает оказать милость своим детям, когда те повинуются глазу Его. «Не бойтесь», сказал Бог через раба своего, «грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто, Господь же не оставит народа своего». Самуил не стал вспоминать о пренебрежении, с которым евреи отнеслись к нему. Он ни единым словом не упрекнул их за неблагодарность, которой Израиль вознаградил его служение на протяжении целой жизни, но уверял всех в своей непрестанной заинтересованности в них. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Глава 60 Самонадеянность Саула Первая книга царств Глава 13 и 14 После собрания в Галгале Саул распустил войско, собравшееся по его приказу для войны с манитянами, оставив при себе только две тысячи человек в Мехмасе, и тысяча человек находилось в распоряжении его сына Иоаннафана в Гиве. Тут Саул допустил серьезную ошибку. Среди воинов Саула царило приподнятое настроение. Люди радовались и ликовали по поводу недавней победы, и если бы Саул воспользовался этим и тотчас пошел войной против остальных врагов Израиля, то, сокрушив их, он освободил бы свой народ. Тем временем их воинственные соседи филистимлине не дремали. После поражения при Овен-Езере в их руках все еще оставались некоторые укрепления на израильской земле, и теперь они закрепились в самом сердце страны. Что касается снаряжения и вооружения, то в этом отношении филистимлине имели большое преимущество над израильтянами. В течение долгих лет угнетения они пытались упрочить свою власть, запрещая израильтянам работать кузнецами, чтобы те не изготовили себе вооружение. Заключив мир, евреи продолжали обращаться к филистимлинам за необходимыми кузнечными работами. Стремясь к легкой жизни, подавленной длительным угнетением, израильские мужи ничего не сделали для того, чтобы иметь свое оружие. Во время военных действий широко пользовались луком и пращой, и израильтяне могли это сделать для себя. Но кроме Саула и его сына Иоаннафана, никто не имел ни копья, ни меча. Только на второй год царствования Саула были предприняты попытки усмирить филистимлин. Первый удар нанес Иоаннафан, царский сын, который напал на отряд филистимлин, в Гиеви и разбил его. Разъяренные этим поражением, филистимлине спешно готовились к войне против Израиля. Теперь Саул был вынужден повелеть трубить по всей стране, чтобы все мужчины, способные к войне, включая и колено, живущие за Иорданом, собрались в Галгале. Этот приказ выполнили. Огромная армия филистимлин расположилась в Мехмассе. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы и народа множество, как песок на берегу моря. Когда эти известия дошли до Саула и его людей в Галгале, все сильно испугались предстоящего сражения с таким могущественным противником. Они не были готовы к битве с врагом. Многие так напугались, что даже не осмеливались вступить в бой. Некоторые перешли Иордан, в то время как другие попрятались в пещерах, ямах и среди скал, которыми так богат тот край. Начало военных действий приближалось, и вместе с тем число дезертиров все увеличивалось, а оставшиеся с Саулом были исполнены самых мрачных и страшных предчувствий. Прежде когда Саул был помазан в цари над Израилем, он получил определенные указания, как действовать в такое время. «И ты пойди прежде меня в Галгал, сказал пророк, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Первая книга царств, 10 глава, 8 стих. Изо дня в день Саул медлил, не предпринимая никаких решительных попыток ободрить людей и внушить им, чтобы они полагались на Бога. Когда назначенное пророком время истекло, он не мог уже больше ожидать и впал в горькое разочарование, подавленное такими тяжелыми обстоятельствами. Вместо того, чтобы добросовестно приготовить народ к служению, на который должен был прийти Самуил, и совершить его, он позволил себе впасть в неверие и сомнение. Искать общение с Богом с помощью жертвы, это в высшей степени торжественное и важное служение, и Бог требовал, чтобы его народ, заглянув в свое сердце, покаялся в грехах, для того, чтобы жертва была принята, и чтобы он мог благословить его на победу над врагом. Но беспокойство Саула все возрастало, а народ, вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью, надеялся на царя, который должен был управлять и руководить. Однако Господь по-прежнему заботился о евреях и не обрушивал на них бедствия, что неизбежно произошло бы, если бы их единственной опорой стала рука смертного человека. Он окружил их такими обстоятельствами, чтобы они поняли безумие своих надежд на человека и обратились к нему, уповая только на его помощь. Время испытания для Саула настало. Он должен был теперь показать, надеется ли он на Бога или нет, и способен ли терпеливо ожидать, как повелел ему Бог, чтобы проявить себя человеком, на которого Бог может положиться в тяжелые минуты, как на правителя своего народа, или же, наоборот, он поколеблется и окажется недостойным своего святого призвания. Послушает ли царь, избранный Израилем правителя всех царей? Обратит ли он внимание своих упавших духом воинов на того, кто был вечным источником силы и избавления? Со все возрастающим нетерпением Саул ожидал прибытия Самуила и приписывал царящие в армии смятения, отчаяния и дезертирства отсутствию пророка. Назначенный срок настал, но человек Божий не появился. Божественное провидение удерживало своего слугу. Но беспокойный, неугомонный Саул не мог больше ждать. Чувствуя, что нужно что-то предпринять для успокоения народа, он решил собрать людей на религиозное служение и при помощи жертвы умолять о божественной помощи. Бог велел только особо посвященным людям приносить перед ним жертвы, но Саул приказал, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, и обличенный в военные доспехи и меч, он приблизился к жертвеннику и принес жертвы Богу. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Самуил сразу же обнаружил, что Саул поступил вопреки данным ему указаниям. Господь сказал через пророка, что на этот раз он откроет, что нужно делать Израилю в критический момент. Если бы Саул выполнил все условия, на которых была обещана божественная помощь, тогда Господь посредством тех немногих, кто остался верен царю, совершил бы чудесное избавление для Израиля. Но Саул был настолько доволен собой и своими поступками, что вышел встречать пророка как человек, который заслуживал скорее похвалы, нежели порицания. Тревога и волнение не покидали Самуила, но на его вопрос «что ты сделал?» Саул начал оправдывать свой самонадеянный поступок. Он сказал «я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмассе. Тогда подумал я «теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не выпросил Господа, и потому решился принести все сожжения». И сказал Самуил Саулу «худо поступил ты, что не исполнил повелений Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Израиль должен был либо перестать быть народом Божьим, либо придерживаться принципов, на которых утверждалась монархия, и таким путем руководствоваться божественной силой. Если бы Израиль полностью предался Господу и свою человеческую земную волю подчинил воле Божьей, тогда он оставался бы его правителем. До тех пор, пока царь и народ подчинялись ему, он мог оставаться их защитником. Никакое правление в Израиле не могло быть успешным, если бы превыше всего не признавалась власть Божья. Если бы в то время испытания Саул проявил уважение к требованиям Божьим, тогда Бог исполнил бы через него свою волю. Недостойное поведение царя показало, что он не способен стать наместником Господа и возглавить его народ. Он повел бы израильтян по неверному пути. Он руководствовался бы не волей Божьей, но своей. Если бы Саул остался верен, тогда его царство было бы утверждено навеки, но он оказался недостойным, и замысел Божий должен был осуществиться через другого его избранника. Управление Израилем должно было перейти в руки того, кто управлял бы народом в соответствии с волей неба. Зачастую мы не знаем, что таят в себе испытания. Единственно безопасный выход это оставаться полностью покорным Слову Божьему. Все его обетования даны на условии веры и послушания, а в случае неповиновения его повелением мы лишаемся богатых благословений, обещанных нам в Священном Писании. Не следует действовать под влиянием порыва или же полагаться на суждение людей. Мы должны руководствоваться явленной нам волей Божьей и поступать согласно его ясным повелениям, невзирая на окружающие нас обстоятельства. Бог позаботится о последствиях. Верностью его слову в одни испытания и трудностей мы можем доказать как перед людьми, так и перед ангелами, что Господь может доверить нам в трудный момент исполнить его волю, прославить его имя и стать благословением для его народа. Саул Саул впал в немилость Божью и тем не менее он не хотел смирить свое сердце и раскаяться. То, чего не хватало ему для истинного благочестия, он пытался возместить рвением в тщательном выполнении религиозных обрядов. Саул знал о поражении Израиля, когда ковчег Божий был принесен в стан Офни и Финиесом и все же осмелился послать за ковчегом и священником, назначенным сопровождать его. Если бы это подняло дух народа, тогда он смог бы собрать разбегающихся воинов и вступить в сражение с филистимлянами. Он хотел теперь избавиться от присутствия Самуила и его поддержки и таким образом освободиться от его нежелательных укоров и замечаний. Саулу был дан дух святой, чтобы просветить его разум и смягчить сердце. Он получил точные указания относительно того, как следует поступать. Он был облечен пророком Божьим. Но, несмотря на это, он поступил по-своему. Столь велико было его упрямство. История жизни первого израильского царя печальный пример силы плохих привычек, приобретенных в ранней молодости. В юности Саул не любил Бога и не боялся его. Он с молоду не укоротил свой своенравный дух и был всегда готов восстать против божественной власти. Те, кто с юности питает святое почтение к божественной воле и верно исполняет свои обязанности, таким образом готовят себя к исполнению высшего служения в последующей жизни. Но невозможно годами извращать способности, данные Богом, и считать, что потом, когда тебе вздумается измениться, обнаружишь эти способности в целости и сохранности и направишь их в совершенно противоположном направлении. Попытка Саула поднять дух народа оказалась бесплодной. Оставшись только шестюстами воинами, он покинул Галгал и возвратился в крепость Гиевы, недавно отвоеванную у Филистимлен. Этот город находился на южной стороне глубокой каменной долины, то есть ущелья, в нескольких милях севернее Иерусалима. На северной стороне этой долины в Мехмасе расположились лагерем филистимлене, которые совершали небольшие вылазки и опустошали страну. Бог допустил такую тяжелую для израильского народа ситуацию, чтобы обличить свои нравия Саула и преподать всем урок смирения и веры. Допустил из-за греха Саула, когда тот самонадеянно принес жертву Богу. Он не мог позволить, чтобы слава победы над филистимленами была присвоена Саулу. Иоаннафану, царскому сыну, человеку, боящемуся Бога, предстояло избавить израильский народ. Движимый божественной силой он предложил своему оруженосцу тайно напасть на стан врага. Может быть, настаивал он, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Оруженосец, который также был мужем веры и молитвы, одобрил этот план, и вдвоем они тайно, чтобы им не помешали, оставили лагерь. Вознося искренние молитвы тому, кто ввел их отцов, они договорились о знаке, после которого начались бы дальнейшие действия. Затем, спустившись в ущелье, разделявшее две армии, они молча двигались вперед, пробираясь в тени скал, а порой скрываясь за холмами и выступами гор. Приблизившись к крепости Филистимлен, они оказались на виду у своих врагов, которые, завидев их, насмешливо закричали «Вот, евреи выходят из ущельей, в которых попрятались они», и подзадорили их «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто», имея в виду, что проучат евреев за смелость. Эти слова и были тем знаком, который Иоаннафан и его товарищ условились ждать как доказательство того, что Бог благословляет их начинание. Скрывшись из вида Филистимлен, по тайной труднопроходимой тропе воины пробирались к вершине скалы, которая считалась неприступной и поэтому не слишком-то охранялась. Так они проникли в лагерь врага, убили часовых, которые были застегнуты врасплох и не оказали никакого сопротивления. Небесные ангелы охраняли Иоаннафана и его товарища. Они сражались на их стороне и филистимлене падали один за другим. Земля дрожала, словно от множества приближающихся всадников и колесниц. Иоаннафан расценил это как признаки божественной помощи и даже филистимлене поняли, что Бог вступился за израильтян. Великий страх охватил войска и на поле битвы и в лагере. В смятении, принимая своих солдат за врагов, филистимлене убивали друг друга. Вскоре шум сражения достиг израильского стана. Царские часовые доложили об ужасной панике среди филистимлен и о том, что их ряды заметно поредели. Отсутствие двоих еще не было обнаружено. После осмотра оказалось, что все на месте, кроме Иоаннафана и его оруженосца. Но, видя, что филистимлене отступают, Саул повел свои войска в наступление. Евреи, которые прежде бежали от врагов, теперь устремились на них. Многие скрывавшиеся также вышли из своих укрытий, и армия Саула преследовала бегущего в замешательстве врага, производя страшное опустошение. Решив извлечь наибольшую пользу из создавшегося положения, царь необдуманно приказал своим солдатам ничего не есть весь день, скрепив свой приказ торжественной клятвой. Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. Победа надеялся снискать себе славу полным уничтожением побежденного врага. Приказ воздерживаться от пищи исходил из чистолюбивых амбиций и говорил о том, что царь равнодушно относился к нуждам своих людей, когда они противоречили его желанию самовозвышения. Скрепив свой приказ торжественной клятвой, Саул выказал опрометчивость и нечистоту. Сами слова клятвы свидетельствовали о том, что он желал прославить себя, а не Бога. Он не заявил, доколе Господь не отомстит врагам своим, а доколе я не отомщу врагам моим. Этот запрет привел к тому, что народ нарушил заповедь Божью. Весь день они сражались и ослабели от голода, а как только время запрета истекло, набросились на добычу и ели мясо вместе с кровью, нарушив таким образом закон, запрещающий вкушать кровь. Во время дневного сражения Иоаннафан, не слышавший о приказе царя, поел немного меда, который нашел, пробираясь в лесу. Вечером Саул узнал об этом. Он сказал, что нарушение его приказа будет караться смертью, и хотя Иоаннафан непреднамеренно нарушил его, хотя Бог чудесным образом сохранил ему жизнь и совершил через него избавление евреев, царь объявил, что приговор должен быть приведен в исполнение. Пощадить сына значило для Саула признаться в том, что он согрешил, отдавая такой необдуманный приказ, а это, в свою очередь, уязвляло его гордость. Пусть то и то сделает мне Бог и еще больше сделает, был его страшный приговор, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Саул не мог приписать себе славу победы и надеялся прославиться рвением в соблюдении своей клятвы. Жертвуя даже сыном, он хотел показать всем своим подданным, что следует поддержать царскую власть. Не так давно в Галгале Саул осмелился поступить как священник, вопреки повелению Божьему. Когда Самуил обличил его, он упрямо оправдывал свой поступок. Теперь же, когда его собственный приказ был нарушен, причем приказ, не имевший смысла, да и нарушен неумышленно, а по незнанию. Царь и отец приговорил своего сына к смерти. Народ отказался исполнить приговор. Смело встретив гнев царя, люди заявили, Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. Гордый монарх не осмеливался поступить вопреки единогласному требованию народа, и Иоаннафан был спасен. Саул не мог не чувствовать, что его сын пользовался большим расположением Бога и народа, чем он. Пощада Иоаннафана была суровым упреком о прометчивости царя. Он предчувствовал, что его проклятие обрушится на его же голову. Война с филистимлянами не была продолжена. Саул вернулся домой угрюмый и недовольный. Те, кто всегда готов извинить или оправдать себя за совершенный грех, часто самым суровым образом осуждают и порицают других. Многие, подобно Саулу, навлекают на себя недовольство Божье, но пренебрегают советами и презирают обличение. Даже когда они убеждены, что Господь не с ними, они отказываются видеть в себе причину своих несчастей. Взращивая гордость и самодовольство, они жестоко судят и порицают других, которые лучше их. «Было бы очень хорошо, чтобы такие самоуверенные судьи поразмыслили над словами Христа. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Часто те, кто стремится возвысить себя, попадают в такое положение, когда обнаруживается их истинный характер. Так было и с Саулом. Его поведение убедило народ, что царская честь и власть для него дороже, чем справедливость, милосердие и великодушие. Так народ, отвергнувший правление Божье, увидел свою ошибку. Люди променяли богобоязненного пророка, чьи молитвы приносили им благословение, на царя, который в слепом усердии молился о проклятии на них. Если бы израильтяне не вступились за Иоаннафана, их избавитель пал бы жертвой царского указа. Нетрудно вообразить после всего происшедшего тревогу людей, остававшихся под управлением Саула. Как горько было сознавать, что он возведен на трон их же стараниями. Бог долгое время терпеливо сносит своенравные действия людей и всем дает возможность увидеть и оставить свои грехи. И хотя быть может кажется, что он способствует процветанию тех, кто нарушает его волю и презирает его предостережение, в свое время он непременно обличит их безумие.